Мы продолжаем уроки по главе, по недельному разделу Паэра. В самом начале явился ему Ашем в Дубраве Мамрей, а он сидел при входе шатер во время зноя, во время дневного зноя. И поднял он свои глаза и увидел, вот три человека стоят возле него. И увидел он, и побежал им навстречу, и поклонился им до земли, и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение в твоих глазах, не пройди мимо твоего раба. Пусть возьмут немного воды и омойте ваши ноги, прислонитесь к этому дереву, а я возьму кусок хлеба, и вы подкрепите ваше сердце, а потом и дети. На тот же вы прошли около вашего раба». Они сказали, «Сделай, как ты говоришь». Содержание этого отрывка вкратце мы уже объяснили. Происходит это на третий день после того, как Авраам сделал обрезание. И поскольку Творец мира не хотел, чтобы Авраам утруждал себя, это не самое приятное для него с точки зрения физической времени, Ашем не хотел, чтобы он утруждал себя тем, чем он был занят обычно, заботой о гостях, то он установил такую погоду, при которой, по идее, никто и не должен был бы выходить. Невероятная жара. Авраам поэтому сидит у входа в шатер, пытается хоть немного проветриться в дневном зное, а никого нет. Никто не приходит, нет гостей. Но в тот момент, когда выяснилось, что Аврааму не только не хорошо от этого, а наоборот, он сожалеет о том, что нет гостей, а с другой стороны, где же сейчас возьмешь гостей, когда такая жилища, никто не собирается выходить в путь, поэтому Всевышний посылает ему трех ангелов в виде гостей, и вот их-то Авраам и видит. Почему трое? Случайно это или не случайно? Если бы вопрос был только о том, чтобы дать Аврааму возможность поухаживать за каким-то гостем, можно было бы послать одного, двух. Три, говорит Раши, безусловно, не случайно. Зачитаем объяснение Раши. Один был послан для того, чтобы известить Сару о рождении сына, о том, чтобы рассказать, что в конечном итоге желание Авраама сбывается, его молитва принята, и у Сары должен родиться сын. Второй – для того, чтобы не спровергнуть с дом. Соседи Авраама, жители с дома, их город ждет уничтожения, так вот второй ангел, он будет заниматься вот этой вот работой, взрывать. Третий – для того, чтобы исцелить Авраама. Сколько Авраам после операции, после бритмила, после обрезания, то ему необходим тоже ангел исцелить. Спрашивая задача. Так, наличие трех ангелов Раши объясняет тем, что было три задачи. А нельзя было бы так, чтобы один ангел сделал все вместе? Продолжает Раши – нет, никак нельзя. Так как один ангел не исполняет двух поручений. А в чем проблема? Хорошо. Такое есть правило, один ангел не исполняет двух поручений, поэтому на каждое из поручений, на каждую из миссий должен был быть свой отдельный ангел. А почему это так? Уж если человек один, один человек может быть шведцей, жнецей, надудей, греться, делать и то, и все, и пятое, и десятое, то уж, казалось бы, ангелу, уж тем более должно быть под силу сделать несколько. Штука в том, что мы немножко превратно понимаем, что такое ангелы. У всех у нас сохранились в памяти, или где-то там еще глубже, в подсознании, картинки времен, эпохи Возрождения, чуть попозже, в которых изображаются ангелы в виде их миловидных детей с пухлыми щечками и с крылышками за спиной. Вот это все не имеет никакого отношения к действительности. Понятие, что ангел не осуществляет более чем одной задачи, имеется в виду следующая, что ангел, кто такой ангел, это посланник, шалих, уполномоченный. Он не обладает личностью. Человек, обладающий личностью, он может делать многие вещи, при том оставаться самим собой, только он еще и делает целый ряд заданий. Он может работать в каком-то офисе и плюс еще выполнять поручения жены и плюс еще делать то, что ему самому нравится и плюс еще сделать то, что его просил сосед, а сам он при этом остается самим собой. Ангел это не так. Ангел и его поручения, они неразделимы. Ангел это и есть то поручение, которое он выполняет. И нет больше никакого абсолютно, нет никакой личности, нет ничего свыше того поручения, которое есть. Поэтому понятно, что ангел не исполняет два поручения не потому, что он слабый, не потому, что он не в состоянии делать больше, чем одно задание. Дело не в этом, дело не в ограничении, а дело в том, что ангел – это и есть поручение. Поэтому каждое поручение – это отдельный ангел. Продолжает Раши дальше, приводя доказательства этому постулату, что ангел не выполняет больше, чем одно поручение, и зная, что это действительно так, ибо везде в этом разделе, если мы дальше почитаем всю главу, о них говорится во множественном числе, и они ели в дальнейшем, когда Аврам их принимает, и они ели, и они сказали, но когда дело доходит до того, что нужно сообщить царе, что у неё родится сын, не сказано, и они ей сказали, а там сказано в единственном числе, и сказал, смотри, я вернусь себе и так далее. То есть тот, кто сообщает царе, подчёркнуто один в единственном числе. Дальше, да и по поводу неспровержения с дома тоже сказано, ибо я не смогу сделать ничего, то есть ангел, хотя их было там в этот момент двое, то тот, кто сообщает, и тот, кто говорит, что я не могу уничтожить, он говорит это Лоту, я не могу уничтожить дом, пока ты там находишься, поэтому он требует от него моментально уйти, то снова это сказано в единственном числе, я не могу, не сказано, мы ничего не можем сделать, пока ты не уйдёшь. Здесь Раши сталкивается с некоторой сложностью, но ведь если мы почитаем чуть дальше, то в деятельности ангелов мы замечаем ещё одно действие, а именно, с дом пришли два ангела, а что с третьим? Ну, в третьем всё понятно, в тот момент, когда он сообщил царе, что у него должен родиться сын, то он свою функцию осуществил, всё завершил, дальше ему делать нечем, он исчезает, остаётся два. А зачем два? Если уничтожить дом нужно, это только один ангел, то зачем второй? Ну, а второй он спасает, спасает Лота, может быть, поэтому. Но ведь раньше Раши сказал, что второй ангел был для того, чтобы излечить Авраам. Вроде бы мы находим, что тот же самый ангел, он же излечивает Авраама, и он же спасает Лота. Ведь Раши, по сути дела, спасение и исцеление – это одна миссия, он не делает здесь две задачи, этим-то он занимается, это его миссия, в этом-то его задача – спасение и исцеление, и всё вместе входит сюда, и исцеление Авраама, и спасение Лота, и всё это – одна миссия, поэтому есть у нас здесь всего три ангела. Что им предлагает Авраам? Он просит их задержаться. И предлагает им, пусть возьмут немного воды, и омойте ваши ноги, прослонитесь к дереву, а я возьму хлеба, и вы подкрепите ваши сердца, а потом идёте. Дальше сказано «И поспешил Авраам в шатёр, и побежал Авраам, взял телёнка нежного и хорошего». Наши мудрецы отчут, что вот эти вот эпитеты «телёнка нежного и хорошего» означают, что он взял не меньше, чем трёх телят, и зарезал для своих гостей, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и телёнка, которую он приготовил. До этого сказано, что возьмут немного воды, а затем мы видим, что Авраам всё остальное для гостей приготавливает в больших количествах, очень широко. Три режут, трёх телят. И ещё дальше сказано так. «И поспешил Авраам в шатёр к царе и сказал, поторопись, три СИ лучшей муки замеси и сделай лепёшки». СА – это мера объёма, которая упоминается в Торе. Три этих меры, три СА – это означает вместе приблизительно 39 килограмм. Это значит, что царе нужно было помолоть и просеять 39 килограмм муки для того, чтобы из них получить самую-самую тонкую отборную муку, для того, чтобы спечь хлеб своим гостям. Согласитесь, это получается много. Много хлеба, много мяса, масла, молоко. Вместе с тем, по поводу воды, он говорит, немного воды. А почему немного воды? Почему немного воды? Им нужно помыться, им хочется попить, они устали, они с дороги. Почему немного воды? Один из комментариев говорит так. Если бы мы смотрели в оригинал, то обратили бы внимание, что Авраам и говорит, я возьму немного воды. А он говорит, возьмут немного воды. Т.е. он не сам, он попросит кого-то другого. Ну, говорят комментаторы, то, что Авраам делает сам, это понятно, он берёт на себя максимум, и всё, что он может дать по-царски, старается гостям дать максимум. Что касается воды, которую он просит кого-то другого принести, вот здесь уже утруждать другого он не хочет, поэтому он берёт самый-самый минимум. Так говорит этот комментарий. Я её, честно говоря, не понимаю. Почему? Потому что ведь сразу же после этого написано, что Авраам бежит к Саре и требует у неё, чтобы она сейчас занялась изготовлением хлеба, и она должна сейчас перемолоть и обработать 39 килограмм зерна. Да, 39 килограмм – это колоссальное количество. Ну, это что же Авраам не сам делает? Он же здесь тоже просит. Так по идее… Точно так же, как он, если он просит кого-то другого принести воду, это значит не должно быть много воды, и он старается, чтобы другой не трудился, не притрудился. Т.е. делать, исполнять митцвот – это замечательная вещь, и заботиться о других людях – это замечательная вещь, но за свой счёт, не за чужой счёт. Это понятно, но если в этом причина того, что Авраам сказал, немного воды, тогда это совершенно непонятно, почему он тогда не позаботился о своей жене, не сказал бы ей, не надо так много, может, немножко и поменьше. Так что, не знаю, не понимаю этот комментарий. Сложно мне с ним. Посмотрим дальше. Ещё несколько деталей гостеприимства Авраама. То, что он так заботится здесь, наверное, это потому, что он не понял, кто его гости, ведь если бы он понял, что это ангелы, то они вообще-то не нуждаются ни в пище, им не нужно мясо, им не нужно молоко, им нужно так много хлеба, да и немного хлеба, и немного хлеба, и немного хлеба. Значит, наверное, Авраам не понял, наверное, он принял их за людей. Но с другой стороны, Раши обращает внимание на то, как сказано «подкрепите ваше сердце» в оригинале «сердце» – «лев». Если бы было сказано «ваше сердце», проще всего сказать «лебхэм». А в Торе очень часто упоминается форма удвоенная, удвоенные буквы «бет» – «левавхэм». Пишет Раши. Две буквы «бет» указывают на присутствие в сердце двух побуждений. Почему вообще существует эта удвоенная форма «левавхэм» с двумя буквами «бет»? «Ибо сердце человека не цельно». В сердце человека, к сожалению, присутствует много-много самых разных устремлений, много самых разных желаний, и не все хорошие. Есть, которые получше, есть, которые не совсем. Принято говорить о «яйцер а то», «яйцер а ра». Стремление, склонность человека к тому, чтобы делать зло, и склонность человека к тому, чтобы делать правильно, поступать верно. Так вот, две буквы «бет» означают, что есть два, по крайней мере, побуждения «яйцер а то» и «яйцер а то» в сердце человека. Что же касается здесь, в нашем тексте? Здесь сказано «векха патлехем весааду, левхэм», и я возьму хлеба, и вы подкрепите ваше сердце, левхэм написано с одним «бет». Хотя в Торе обычно удвоение «бет» – левавхэм. Почему же так? Отвечает Раши. Ну а почему? Поскольку здесь речь идет об ангелах, о ангелах, все, что у них есть, как мы сказали, ангел неотделим от своего назначения, он неотделим от своей миссии. Все, что здесь есть, это только его стремление сделать то, ради чего он создан, ради чего он существует. Стало быть, у него нет двух начал в сердце. Поэтому здесь одно «бет». Получается, что если Авраам обращается таким образом к его гостям, значит, он понимает, что они ангелы. Иначе почему он говорит им «либхэм»? И Раши подчеркивает. А почему здесь «либхэм»? Да потому что у ангелов нет двух центров сердца, у них нет двух склонностей в сердце. Значит, Авраам знал, что они ангелы. Если он понял, что это ангелы, все это маскарад, тогда зачем он так заботится об их пропитании, а им вообще-то не нужно. Более того, дальше написано, я читаю дальше, «И взял он масло и молока и теленка, которого приготовил и поставил перед ними, а сам стоял под них под деревом, и они ели». Как же они ели, если они ангелы? Ангелы, в общем-то, они нематериальные, им есть не только что, не нужно, но и не пристало. Ну, на это, можем сказать, ответ может быть простой. Как говорит народ, что в Риме нужно вести себя как римлянин, то есть, если ты попал уже на прием к Аврааму, попал к людям, то уже веди себя здесь как человек, по крайней мере, делай вид, что ты ешь. На это ангелы вполне были способны. Может быть, речь идет о том, что они не ели, а только делали вид, что ели. Но все-таки, если Авраам знает, что это ангелы, то почему он тогда заботится об их пропитании? Вроде как оно им и не нужно. Есть некоторые среди комментаторов, например, Мораль, Гуралье, комментирует в Раши следующим образом. Что Авраам не знал, что это ангелы, он считал, что это людьми, а то, что он к ним обратился как к ангелам, это просто уважительное обращение. То есть, так он хотел подчеркнуть, что они для него, он их воспринимает как ангелов, как людей, у которых нет нехорошего побуждения в сердце, у которых нет сердца зла, и это просто уважительное обращение. Но до конца Авраам, пока вдруг ангелы не раскрылись сами, он не знал, о чём идёт речь, он принимал их за простых гостей. И ещё одно указание того, что он не знал, о ком здесь идёт речь. Раши приводит в четвёртом стихе, написано «Пусть возьмут немного воды и омойте ваши ноги». Самое первое, что он просит, это помыть ноги. Вообще-то понятно, люди тогда ходили босиком, и если человек приходит на кому-то в гости, останавливается, то вполне естественно его желание помыть ноги грязные от дорожной пыли, но Авраам чему-то с этого начинает. Он начинает с того, что остановитесь, зайдите, я вас накормлю, напою, самое первое дело – помойте ноги. Говорит, Раши, он их принял за аравийцев, за жителей аравийского полуострова, у которых было принято поклоняться пыли на своих ногах. То есть, был целый культ поклонения этой самой дорожной пыли. Отдельный вопрос, что это означает, почему люди поклоняются дорожной пыли, но в него не будем входить. Так или иначе, Авраам старался, чтобы в его дом и в его шатёр, не дай бог, не зашло ничто, что связано с излопоквостом. Поэтому первое, что он их попросил – помойте ноги, чтобы не было уже никаких проблем, а после этого уже всё остальное, после этого уже поесть, попить. Значит, ещё раз Авраам уверен, что перед ним три аравийца. и простых человека не подозревает он в том, что это ангелы-посланники Всевышнего, и поэтому он так заботится об их пропитании. Обратим внимание ещё на несколько деталей этого гостеприимства. Зачем действительно нужно было так много муки? Зачем Авраам попросил три саи, то есть 39 где-то килограмм? Всё это нужно было сделать, и замеси, и сделай лепёшки. В чём здесь дело? Некоторые комментаторы говорят так, 39 килограмм – это с самого начала, 39 килограмм зерна, если их перемолоть и просеять, и просеять потом мелким-мелким ситом, то в конечном итоге выйдет небольшое количество, всё остальное уйдёт в отходы, и выйдет небольшое количество отборной муки. И об этом-то речь и шла. То есть для того, чтобы, конечно, гостям не нужны были столько килограммов хлеба, они, причём, желание столько бы и не съели, а наоборот, здесь было желание дать им самое-самое отборное, самое лучшее. Но для того, чтобы получить отборное, для этого нужно перебрать довольно много. То же самое выясняется в дальнейшем. И к скоту побежал Авраам и взял телёнка, нежного и хорошего, и дал отруку, и тот поспешил приготовить его. Телёнка, нежного и хорошего, и много-много этих определений пистов. Мудрецы говорят, речь идёт здесь о том, что он зарезал трёх телёнка, нежного и хорошего, всего трёх, трёх телят он зарезал. Опять же, зачем гостям, даже если они аравийцы, зачем им нужно трёх телят? При всём желании человек не съест даже невозможно себе представить такие количества мяса. Зачем это нужно? И для чего это? Холодильников тогда нет. Авраам не может остатки мяса заморозить до следующих гостей. Всё это испортится. В чём тогда дело? Объясняют наши мудрецы, действительно он не собирался ставить на стол такие горы мяса перед своими гостями. Он хотел дать каждому из них язык. Язык с горчицей. То есть деликатес. Снова мы видим желание ради того, чтобы дать самое лучшее. Авраам не жалеет ничего. Не жалеет он зарезать трёх. Трёх телят тоже. Симхазисел из Кельма спрашивает, погодите, опять всё-таки непонятно. Человек, который видел бычий язык, не имею в виду, порезал кусочек бычьего языка, который ему дают на тарелке, а бычий язык, как он продаётся. Это, опять же, большой-большой кусок мяса, при всём при том, что это, конечно, не целый телёнок, но пока что для одного гостя, даже для аравийца, всё равно это очень и очень много. Вполне бы хватило одного языка на трёх, отличная мясная порция, вместе ещё с хлебом и со всеми остальными вещами, безусловно, безусловно, очень хорошее угощение. Зачем же Авраам зарезал трёх для того, чтобы получить три языка? Ведь даст нас слишком много. Каждому из них целый язык. Отвечает Репсим Казисон, да, конечно, имелось в виду кормить каждому из них целый язык, это много. Просто язык, хотя он весь, он, конечно, язык – это деликатес, но вместе с тем есть разные части в языке тоже. Одни более вкусные, другие менее вкусные. То, что Авраам, я в языке не разбираюсь, но предположим, что кончик языка – это более вкусная часть, предположим, может быть, и ошибаюсь. Но, понятно, не весь язык одинаковый, это даже я знаю. Так вот то, что хотел Авраам, это дать им самую изысканную часть языка, его кончик, и поэтому ему не хватило бы одного языка, поэтому он зарезал трёх телят, чтобы у него было три языка, и каждому из них он может дать самую-самую отборную часть. В принципе, это вполне подходит к тому, что мы и сказали по поводу муки, тоже эти неимоверные количества, не только для того, чтобы получить самую отборную муку, вполне в нормальных количествах. Но вот здесь возникает вопрос. Мы видим, что Авраам, если так, по-рубсиму-казистову, Авраам очень хорошо разбирается в гастрономии. Он не просто знает, что язык – это деликатес, ему не только понятно, что язык вкуснее всего остального галежьего мяса, более того, он ещё знает, что в языке есть разные части. Мы всегда себе представляем Авраама, человек, человек – это действительно гигант, это духовный гигант, человек, пришедший сам к вере, интеллектуал, человек, который живёт духовной жизнью, служению Богом. Откуда у такого человека такие познания в гастрономии, которые, казалось бы, больше присущи и больше подходят людям совершенно другого склада, гурманам? Как может сочетаться вместе, в нашей голове очень плохо укладывается, как может сочетаться вместе гурманство и духовность? От ветра психозы из Кельма, в принципе, мы его уже здесь озвучили. Это тот самый великий принцип, по которому материальные потребности другого человека, для него они – материальность, для меня они – духовность. То есть, для меня необходимость удовлетворить потребности другого человека – самые простые, материальные, физические. Для меня обязанность и необходимость заботиться о них – вот это и есть моя духовность. Не оторванность, не отвлечённость, а прежде всего это забота о других людях. И если так, то когда мы заботимся о других людях, то очевидно же, что забота о них не означает удовлетворение тех потребностей, которые были бы у меня, если бы я был на их месте. В этом проблема у многих людей. Они хотят помогать другим, они хотят заботиться о других, они хотят делать хэсед, но они делают хэсед не с теми конкретными живыми людьми, которые вокруг них, а они делают хэсед сами собой. Они представляют себе, что им бы хотелось на месте людей, ну и вот это они готовы, это они готовы дать другим. Но люди-то совсем разные. Если бы Авраам поставил себя на место его гостей, безусловно, он не стал бы заботиться о том, чтобы так изысканно их кормить. Итак, Авраам, очевидно, как человеку действительно духовному, хватило бы вполне простой пищи. Главное, чтобы она была сытной, здоровой, но Авраам видит, что он имеет дело совсем другими людьми, совершенно не индивиду. У них интересы, они все максимум в области живота. Поэтому он им не читает лекции, поэтому он совсем другой. Он старается накормить их и накормить их самым лучшим образом, самым изысканным образом. И для того, чтобы заботиться о таких людей, нужно знать. Нужно знать, что им интересно, нужно знать, что им вкусно. Нужно разбираться в этом. И Авраам поэтому разбирается в этом и знает, что дать людям, и знает, как их накормить, и что более вкусно. И для этого он обладает всеми необходимыми знаниями, потому что для него, как мы сказали, для него вот это и есть ее духовность. Поэтому к этому вопрос Авраам относится совершенно серьезно. Еще одна деталь, очень любопытная. Слово, которое во всем этом коротком отрывке повторяется чаще всего, это слово «рац», «побежал». То есть все, что Авраам делает… Обратим внимание, когда он увидел трех гостей, и увидев, он побежал навстречу им. Не пошел, побежал. Хотя человек уже преклонного возраста, кроме того, и не совсем здоровый после операции. Все равно бежит. Дальше. Когда они уже соглашаются прийти к нему в гости, и поспешил Авраам в шатер к Саре, что он ей говорит, поторопись. К скоту побежал Авраам. Взял теленка нежного и хорошего и отдал отроку. И тот поспешил приготовить его. Не только сам Авраам спешит, но и он гоняет всех остальных. И Сара делает быстро. И сын его, кстати, кто этот отрок, который здесь помогает ему заботиться о гостях, это его сын Ишмаэль. То есть и жену, и сына, всех он подгоняет, все делается быстро-быстро-быстро. Не случайно, Стура на таком коротком отрывке несколько раз подчеркивает эту быстроту, все быстро-быстро-быстро. Абибушеха имнуцату Арамхаль в Мессилат и Шарим 7 главе, когда он говорит там о расторопности, это второе качество, которое он возводит. Вторая ступенька лестницы Раби Пинкраса Бен Яира. Первая ступенька – это осторожность, смысл которого именно в том, чтобы не спешить, а делать все обдуманное. И прежде чем сделать какое-то действие, прежде всего подумать, правильно так делать или нет, не жить на автопилоте. Следующая ступенька на, казалось бы, противоположную сторону, а именно расторопность. И так он там пишет. «Мы видим, что праведники все свои дела делали расторопно. Об Аврааме написано, и поспешил Авраам в шатер к царе и сказал – поторопись. И к скоту побежал Авраам и взял теленка. И дал юноше и поторопил приготовить его. А Ривке, теперь он уже переходит в рамках дальше, к другим нашим праотцам. А Ривке, которую раб Авраама и Лезар попросил дать ему напиться, сказано – и поспешила, и опражнила свой кувшин в пойло для скота и побежала снова, вновь к колодцу зачерпнуть. Быстро побежала, поторопилась и побежала. Все это нас учит, что все свои дела праведники делают быстро и не задерживаются. Ни в начале заповеди, ни в завершении. Почему это так важно? Быстрота – это прежде всего. Если человек понимает, что нужно сделать что-то, он делает это тут же, не откладывая. Второе – когда многие люди способны начинать, у них есть достаточно энтузиазма для того, чтобы начать правильное дело, но не хватает у них сил для того, чтобы его закончить. Они его вечно бросают посередине. Праведники не так. Стараются, не откладывают в долгий ящик то, что правильно стараются начать делать сразу, а потом прилагают все усилия, чтобы завершить и не бросать посередине. Знай, продолжает Рамха, что человек, душа которого воспламенена служению Создателю, несомненно, не будет лениться в исполнении заповеди. Его движения будут подобны стремительным движениям пламени. То есть, вот эта расторопность – это результат того, что у человека есть желание. То, что человеку не хочется делать, то, что он делает только потому, что он понимает, что так надо, что так необходимо. Человек делает это вздохом и делает это небыстро. Но когда у человека горит желание, когда в сердце его горит огонь, тогда все, что делает человек, он делает быстро. И эти его быстрые движения он сравнивает здесь с быстрыми движениями пламени. То есть, если мы видим по поводу праведников, что почем, то, что все, что они делают, делают быстро, расторопно. Спора – это не случайно. Это потому, что они делают эти вещи не потому, что они понимают только, что так надо, а им хочется их делать. У них желание есть. У них есть к этому стремление. Ну, а как бы человеку, который действительно чувствует, что у него нет такого стремления, нет такого желания, и поэтому он с трудом тянет ноги, с трудом у него все получается. Это рамхаль. Нужно знать, что связь здесь есть и прямая, и обратная. То есть, и еще следует понять, что так же, как расторопность – это порождение внутреннего огня, огонь – желание, которое толкает человека на то, чтобы делать все быстро, это порождение внутреннего огня точно так же, а вот теперь здесь обратная связь, сама расторопность его и порождает. То есть, когда человек, осознавая, что он исполняет заповедь, старается ускорить свои внешние и телесные движения, то тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутреннее, душевное. Соответственно, появляется у него желание стремления исполнить заповедь. То есть, человек на самом деле, верно, что его внутренний мир, его внутреннее стояние влияет на его образ поведения. Человек, которому чего-то очень сильно хочется, он, безусловно, делает это быстро и спорно. Нет сомнений. Однако основное движение у нас на самом-то деле идет в обратную сторону. Как это сформулировал автор книги «Соферах и Ахарапиулот»? А именно, внутренний мир человека идет за его внешним поведением. То есть, поступки человека, они формируют внутренний мир человека. Значит, получается так, что человек, который начинает действовать быстро. А почему он делает быстро? А почему он делает быстро? Не потому, что ему что-то очень хочется, а потому, что он понимает, что нужно делать быстро. Он заставляет себя на первых порах делать быстро. Чем больше он привыкает действовать быстро и без задержки, тем вот этот вот быстрый образ действия оказывает влияние и на внутренний мир человека и постепенно-постепенно пробуждает в нем и желание, и внутреннее горение. Подобно тому, как человеку, который утром садится в свою машину и видит, что она не заводится, у него есть проблема, то у него есть только одна возможность – постараться скатить машину с горы по наклонной плоскости. И тогда поначалу машина будет катиться просто так, не потому, что мотор внутреннего сгорания включился, а наоборот, мотор холодный, с ним ничего не получается. Но машина, которая катится пока просто под действием силы тяжести, это и есть возможность, это единственная возможность для того, чтобы завести мотор. Тогда уже, тогда и заведется мотор внутреннего сгорания. Точно так же и с человеком. Если он приучает себя действовать расторопно, быстро, так как это делает Авраам, тогда у него появится и внутреннее желание. Мы видим еще что, щепочек мы, что Авраам не только берет все на себя, он старается вовлечь весь свой дом в то, что он делает. И жена, и сын, все вместе ему помогают. Гости – это для всех, и вся семья включается в это действие. «Наконец, и взял масло и молока, и теленка которого приготовил, и поставил перед ними, а сам стоял под них под деревом, и они ели». Ну, то, что они ели, мы уже объяснили, делали вид, что ели. Все-таки попали в человеческий вопрос, чтобы видеть себя как люди, это понятно, но здесь есть еще два вопроса, которые задают комментаторы. Во-первых, Авраам потратил достаточно много усилий для того, чтобы обеспечить своих гостей хлебом. И Сара должна была просеять 39 кг муки, чтобы получить отборную самую муку и сделать. А где этот хлеб? Почему он его не приносит? В чем здесь дело? Это первый вопрос. Второй вопрос – а что вместо хлеба попадает на стол? Масло, молоко и теленка, которую он приготовил. Авраам ставит на один стол и молочную, и мясную пищу, а так делать нельзя. На один стол, за которым люди едят, Аллаха не позволяет ставить и молочную, и мясную пищу. Можно было бы ответить, хорошо, это Тора, это Аллаха, а ведь здесь же речь идет об Аврааме, это задолго до получения Торы, он не обязан соблюдать заповеди, которые будут даны только в дальнейшем. Конечно, он не обязан их соблюдать. Но мы знаем об Аврааме, это подчеркивается в нескольких местах, видно это и из самой Торы, а уж тем более из предания мудрецов, что Авраам добровольно исполнял все заповеди Торы еще до того, как они были даны. Если Авраам добровольно исполнял все заповеди Торы, и подчеркивается, и также постановление мудрецов, вплоть до Ируфтовшелин, то безусловно он должен был соблюдать и это самое постановление мудрецов о том, что не ставят на один стол молочную и мясную пищу. Как же Авраам это себе позволяет? И что стало с хлебом? Начнем с хлеба. Раши пишет здесь так. Может быть сначала еще Рашбан. Внук Раши Рашбан говорит, хотя в Торе не написано, что он принес хлеб, но он конечно же его принес. То есть простое понимание текста не нужно было объяснить, потому что Тора здесь подчеркивает вещь простая. На языке Торы сесть поесть и называется есть хлеб. Когда люди садятся за стол, они едят хлеб. Это основа питания. Так было на протяжении поколений и поколений. В наше время это несколько изменилось. Люди сегодня могут сесть за стол и съесть целый обед, не касаясь хлеба. Раньше это было не так. Основной продукт питания был хлеб. Хлеб ели с чем-то. Кто-то ел хлеб с маслом, кто-то ел хлеб с мясом, но ели прежде всего хлеб. Рашбан, что Тора не собирается здесь сообщать такую очевидную, совершенно очевидную вещь, что он поставил на стол хлеб, она сообщает о том, что он поставил помимо хлеба, что он принес и масло сливочное, и молоко, и теленка. Это Рашбан. Его дед Раши приводит здесь объяснение наших мудрецов. Нет, нужно понимать буквально. Если Тора не сказала, значит хлеба не было. Тогда почему? Хлеба не принес, потому что Сара оказалась в состоянии не та. Ибо в тот день у нее вновь появилось месячное кровотечение, и поэтому тесто стало нечисто. Случилась тума. Объясни. Прежде всего, это связано с продолжением о том, что ангелы сообщают царю, что у нее родится сын, на что она довольно скептически реагирует, думая, что вообще-то как-то немножко странно, как у нее уже может родиться сын, если она уже в таком возрасте, когда у нее месячные прекратились, если месячные прекратились, то как же она сможет забеременеть? Но если ангелы обещали, значит так должно быть. И в тот же самый день, когда ей обещали, это и случилось, а именно у нее уже через долгое время после того, как месячные прекратились, они вернулись, произошел процесс омоложения и появились месячные. Да. Теперь по закону Торы женщина, у которой случилось месячное кровотечение, она становится тмеа, то есть здесь есть состояние ритуальной нечистоты – тума. Ну и что, какое это отношение имеет к тому самому хлебу, который нужно было сделать? Если человек в состоянии тума дотронулся до продуктов питания, то если это продукты питания непростые, они святыни, положим, части жертвенных животных, которые едят куани, или тума – подношение, которое отделяется от сельскохозяйственной продукции, выросшей в Исраиле для коина, то прикосновение человека, который тумея к этим продуктам, делает их негодными, и коин есть их не может. Ага. Кто здесь коин? Причем здесь вся эта история с Авраамом? Некоторые комментаторы возражают – да, но мы знаем, что в конце эпохи второго храма распространился обычай людей, которые сами коинами не были, но вместе с тем ели свою самую обычную пищу, что называется хулин, простую изотрапезную обычную пищу, они ели на уровне тара в полной чистоте, как будто бы они были коины, которые едят святы. Авраам, если уж Авраам соблюдал все законы и постановления мудрецов, наверное, он тоже взял на себя подобного рода добровольные обязательства есть всю свою пищу в чистоте, в ритуальной чистоте бетара. Такое объяснение. Тоже не очень понятно, что Авраам не ест. Авраам и не сидит за столом. Как там сказано, он стоит над ними. Едят три аравийца, которые пришли с аравийского полуострова. Что вы от них хотите? Они тоже должны есть, есть свои хлебы тара. Они-то ни в чем не внательны. Дайте им кусок хлеба, он томит. Ладно, можно есть хлеб, который томит. В чем здесь дело? Один из комментаторов Абейну Бахи пишет здесь следующую вещь. Скорее всего, это связано, вся эта история связана еще вот с чем. Дата, в которой происходит все это событие. В дальнейшем мы читаем так. «Когда ангелы сообщают Аврааму, что у него родится сын, и сказал он, вот я возвращусь к тебе в это время, и будет у Сары сын, у жены твоей». То есть, в этот же самый день, ровно через год я к тебе возвращаюсь, у Сары будет сын. Стало быть, это происходит ровно за год до рождения Ицхака. Теперь мы знаем в дальнейшем из текста Тора, в книге Шмот, что получается, что от рождения Ицхака до исхода из Египта прошло ровным счетом 400 лет. 400 лет не приблизительно 400 лет, а 400 лет ровно. Значит, это событие происходит за 401 год до исхода из Египта. И если это ровно, значит, это происходит в день исхода из Египта. День исхода из Египта, 15-е Несана – это день, который в дальнейшем станет праздником Песах. В этот день есть хлеб, тесто, которое замесили, которое закисло, взошло, этот хлеб есть будет нельзя. И если Авраам принял на себя обязательство добровольное исполнять все заповеди Тора, то, по идее, в этот день он должен был есть мацу, а не квасной хлеб. Подтверждение этой гипотезы мы находим и в тексте в дальнейшем. Когда ангелы уходят от Авраама, и они приходят в дом, сказано там так, они приходят в город в дом, там их встречает племянник Авраама, лот, который в своё время ушёл от него, отделился и поселился в доме. Он упрашивает, так же, как Авраам, он упрашивает гостей, поэтому он научился в доме Авраама, поэтому он упрашивает гостей прийти к нему. Сильно они сначала отказываются, он сильно упрашивал их, ну, и они завернули к нему и пришли в его дом. И он делал им пир, и испёк им мацу, и они ели. Почему тут мацу? Не случайно. Этому тоже лот научился в доме Авраама. У Авраама, как и многие в своё время в молодости своей, я видел семьи, которые уже давным-давно отошли, забыли многие-многие заповеди и нарушали почти всё, что история. Но вместе с тем весной отправлялись в синагогу, становились в очередь, покупали себе там мацу, то, что тогда называлось мацой. Обычай этот есть мацу 15-го числа месяца Ниссан, он оставался у многих-многих людей, то же самое лот, он многое-многое бросил. Он бросил многое из того, чему его учили в доме Авраама. Две вещи, мы видим, он до сих пор хранит. Первое – гостеприимство, это превыше всего. Второе – обычай есть мацу 15-го Ниссана, он тоже остаётся у него. Итак, происходят все эти события 15-го Ниссана, день, когда нельзя есть хамец, нельзя есть закисшее тесто, можно есть только мацу. Что это означает? И как это объясняет то, что хлеб в конечном итоге не попал на стол к Аврааму. Хлеб закисший, конечно, нет, но мацу-то можно было сделать. Как лот сделал мацу и накормил их ангелов мацой. А почему же Авраам не мог их накормить мацой? И вот здесь вот приходит проблема. Для того, чтобы тесто не вскисло, то пока оно не попадает в печку, необходимо всё время мять его, необходимо всё время заниматься им. И если его оставить без присмотра, то оно начинает с процесса брожения, закисает. На самом начале процесса брожения делает это тесто хамец, и оно уже больше не пригодно для использования в песах. Поэтому Сара, которая занималась тестом, должна была всё время не оставлять его каждую минуту. Он ей подчеркнул, что нужно сделать мацу. Он ей сказал, делаешь лепёшки. Нужно было выпечь лепёшки. Почему лепёшки, а почему не каравай, почему не лепёшки? Именно этим словом угод, круглые лепёшки, именно так обозначаются маца, которая до сих пор, ручная маца, до сегодняшнего дня, она выглядит как круглая лепёшка. Так вот здесь, поскольку у Сары случилось кровотечение, и она знала, что она стала тьмеа в состоянии ритуальной нечистоты, то она не могла больше заниматься этим хлебом, она его оставила. Тесто в результате скисло, оно не попало в печку до начала брожения, и поэтому, поскольку это уже был хамец, то подавать его на стол в песах было негоже. Таким образом, объясняет Рабин Бахи, и не попал хлеб на стол Аврама. Но мясо с молоком таки да попало. А что же с ними? Опять же, точно так же, как негоже подавать хамец в Песах, так безусловно негоже и мясо с молоком. Интересно, что в Талнуде, когда рассказывается о даровании Торы, то были там Талнуд так, что в час, когда Муше поднялся на небеса высшие миры для того, чтобы получать Тору, то тому было большое сопротивление, сопротивление со стороны ангелов. Малые люди шаби нейну, что делает здесь среди нас рождённые женщины? Почему давать ему Тору? По идее, Тора должна оставаться в высших мирах. Зачем давать её людям? И сказано в Талмуде, что Всевышний попросил Муше – ответь ты им сам. Какие твои аргументы? Почему Тору нужно дать людям? Почему она не должна остаться в высших мирах? Муше ответил несколько ответов. Во-первых, написано «Я Господь Бог», в Торе что написано – «Я Господь Бог Баш, Который вывел вас из Египта, из дома рабства. А скажите мне, господа ангелы, вы в Египте проживали, вы в рабстве там были, вы кирпичи там делали». Нет. Значит, Тора не для вас. Кроме того, там ещё написано «Лотикзоль», написано «Ещё не воровать». А что у вас? Тоже бывают такие поползновения – взять чего-нибудь чужое. Вот как на этом ангеле не замечено. Значит, это не совсем для вас. Это всё-таки как… И последний-последний козырь, который он вынимает – «Вы ели мясо с молоком у Авраама в гостях». «Как же вам, Тора, когда вы ели мясо с молоком у Авраама в гостях?» Вроде бы здесь это претензия. Но если это уже претензия по отношению к ангелам, то как же Авраам ставит всё это на стол? Есть самые-самые разные ответы на этот вопрос. Почему? Правда, большинство из этих ответов не совсем соответствует этому месту в Калмуде. Они все ищут объяснения, почему в этом не было нарушение запрета ставить молочное с мясным. Некоторые говорят, что телёнок, о котором здесь идёт речь, это был не просто телёнок, а это был зародыш, который был найден в утробе у матери. И по закону, когда режется корова, и в её утробе оказывается плод, то он разрешён, его можно употреблять в пищу, как один из органов материнского организма, и не нужна дополнительная шкита, то, что называется бенбкуа, его можно есть, и здесь нет запрета, вот мясо такого телёнка не запрещено использовать его с молоком. Другие говорят, тут совсем любопытный комментарий, написано, как там в тексте сказано, что Абрам приносит и взял молоко и мясо, и масло, и молока, и телёнка, которого сделал, и поставил перед ними. Что значит, он его сделал? Что не сделал он его? Зарезал, сварил, пожарил. И большинство комментаторов выкручивается и переводит это слово, ашираса, которого сделал, переводит его, приготовил. Почти как. Но в тексте, в тексте тут буквально сказано, ашираса, которого сделал. Что значит, он сделал? Некоторые комментаторы говорят так. Телёнок этот, опять же, был необычным, но не тем, что он был плодом в роли своей матери. Его Авраам сделал. В принципе, возможность делать, возможность материализовать какие-то предметы, она существует. Ведь каждый из предметов состоит, что является основой каждого-каждого предмета. Это буквы алфавита Торы, буквы алфавита святого языка. Они представляют собой, подобно тому, как атомы составляют молекулы, определяют все её качества. То точно так же на уровне духовном буквы, из которых состоит слово, обозначающее данный предмет, они представляют собой вот такие вот духовные адры. По идее, человек, который хорошо знает все эти тайны, описанные в книге под названием «Сейфер и Цера», он, в принципе, мог бы материализовать какие-то предметы. Так что сделать телёнка вообще-то можно. Для людей, знающих, которые досконально знают и понимают эту книгу «Сейфер и Цера», в принципе, это уже можно, это уже реально. Сделал ли Авраам, кстати, авторство «Сейфер и Цера» приписывается именно Аврааму? Считается, что он составитель этой книги. Сделал ли он этого телёнка при помощи «Сейфер и Цера»? Или, как другие комментаторы говорят, что этот телёнок был воплощением реализации его, те заповеди, которые Авраам исполнял, награда за эти заповеди, она здесь и реализовалась. Но в любом случае на мясо такого телёнка не распространяется запрет есть его с молоком, ибо Тора запрещает есть мясо конкретного живого телёнка, ягнёнка, конкретной коровы, имеется в виду та корова, которая родилась от мамы коровы реальным способом, а не при помощи таких вещей. А если этот телёнок был создан при помощи составления букв – единое слово, то, безусловно, мясо его не является тем мясом, про которое говорила Тора. Это он сделан не из мяса, он сделан из чуда, он сделан из букв, и поэтому нет запрета есть его с молоком. Но вместе с тем, после всех-всех вопросов, после всех точнее ответов, остаётся то, что написано в Талмуде, что это претензия, которую выдвинул мыше ангелам. Не говорите, что Тора ваша, вы же ели мясо с молоком у Авраама. Едем дальше. «И сказали они ему, где Сара, твоя жена?» Ангелы. Вот как, если они ангелы, то по идее должны были знать, где Сара. И ответ, который даёт Авраам, он им не очень нужен. А он сказал, вот она в шатре. Знаешь что? Верно говорят комментаторы, вопрос был риторический. Он был задан не для того, чтобы получить ответ, где Сара находится сейчас, а только для того, чтобы обратить внимание Авраама на свойства, на качества и достоинства его жены. Несмотря на то, что пришли гости. И естественное женское любопытство, безусловно, толкает на то, чтобы посмотреть на этих гостей. При всём при том, Сара остаётся в шатре, она не выходит. И сказал он, мы уже обращали внимание раньше, до сих пор говорят они, они говорят, они едят, а теперь, и сказал он в единственном числе, один из ангелов, я возвращусь к тебе в это же время и будет сын у Сары, твоей жены. А Сара слышит у входа в шатёр, который позади него. Авраам же и Сара были стары. Пришедшие пришли в лета, и перестала быть у Сары обычные у женщин, и Сара внутренне рассмеялась, сказав, ну что после того, как я состарилась, у меня снова будет молодость, да и господин мой стар, если у неё уже прекратились месячные, да и господин мой стар, как-то уже. И сказал Господь Аврааму, а отчего же это смеялось, Сара, сказав, неужели я действительно рожу, ведь я состарилась. Здесь появляется новое действующее лицо, точнее, не совсем новое. Здесь что вмешивается Всевышний? Почему они совсем новые? Потому что на прежнем уроке выяснялось, что начало-то всей этой главы явился ему Господь в Дубраве и Мамреи. То есть сначала у Авраама начинается пророческое видение. В ходе этого пророческого видения, не отрываясь от него, Авраам обращает внимание на то, что есть три гостя. Он просит Всевышнего подождать, не покидать его, чтобы пророческое видение продолжалось, а он пока займется своими гостями-равийцами. Все это время, то есть получается так, с одной стороны, Авраам находится в штуковой пророческой видении, это контакт человека с Богом. Все это время Авраам находится в контакте со Всевышним, и одновременно и параллельно занимается готовкой пищи, не отрываясь ни на секунду от своего контакта с Богом. И вот здесь вот возобновляется и диалог, Всевышний обращается к Аврааму и говорит, стоп-стоп-топ. Почему это Сара смирится? Комментатор обращает внимание на то, что Всевышний передает Аврааму слова Сары искаженно. Сара сказала, после того, как я состарилась, у меня будет снова молодость, да и господин мой стар. Вывод, который делает отсюда Талмуд, что для сохранения добрых отношений между людьми, в данном случае между мужем и женой, но и для других людей тоже, можно менять. Это не запрещается как ложь. Можно передавать неточную информацию и искажать её, если я боюсь, что в результате передавания точной информации может быть нарушиться каким-то образом мир между людьми. И хотя, конечно, представить себе, что Авраам устроит царе скандал за то, что она подумала эту ужасную ужасную мысль, что мой господин старый, на самом деле он не первой молодости. Понятно, что Авраам не устроил бы ей скандал, но вместе с тем Тора не хочет, чтобы мельчайшая, хоть самая маленькая мискароскопическая трещинка между мужем и женой появилась, в особенности, когда речь идёт о такой паре, как Авраам и Сара, которые представляют собой единое целое. Поэтому он не допускает даже самой-самой мельчайшей трещинки и говорит, неужели же я рожу, ведь я состарилась. Если что-нибудь недостижимое для Господа, тому сроку возвращусь я к тебе в следующем году и у Сары сын. Этим и заканчивается эта вот первая сцена Лави Вайра, Аврааму обещается сын от Сары. Добавляю.